В ряды защитников Москвы вместе с нами встали лошади, национальное достояние, орловские рысаки Центрального московского ипподрома. Вместо реставрации этого исторического объекта над ним нависла так называемая реконструкция. Способ реконструкции с собянинскими соратничками выбран такой, что предполагает грандиозное строительство и требует выселения лошадей. Главное даже не в том, что выселение в никуда, ведь свободных конюшен нет. Главное, культура разведения рысаков основана на состязательности, на бегах. Центральный московский ипподром два столетия являлся центром, куда съезжались и где состязались лошади со всей России. Сама лично слышала мнение не только наездников, владельцев лошадей, но и директоров конезаводов. Если закроют Центральный московский ипподром, российская отрасль рысистого коневодства погибнет. Видимо, чтобы форсировать процесс выселения лошадей, власть придержащие стали перекрывать коммунальной техникой въезды из конюшен на ипподром для жизненно необходимых рысакам тренировок. Перекрывали въезды, хотя на все мои запросы приходят ответы, что документация для строительства и реконструкции ипподрома ещё не готова. Она не прошла необходимых согласований. Наездники, владельцы лошадей расчистили проём в заборе от снежного завала, и лошади заехали на поле ипподрома. Все лошади. Знаете, расскажу-ка я вам мой только что отправленный запрос генеральному прокурору Российской Федерации Краснову. В нём всё сказано, в том числе и о письме Собянина президенту, которым трясут застройщики. Генеральному прокурору Российской Федерации Краснову, уважаемый Игорь Викторович, обращаюсь к вам по поводу ситуации, которая сложилась вокруг Центрального Московского ипподрома. Пишу, как я её вижу, как видят её многие москвичи. Первое и главное. В такое сложное для страны время искать новые точки напряжённости, как делает правительство Москвы, не просто недопустимо, но считаю и преступно. Сколько уже создано таких очагов народного недовольства? И принудительное выселение по реновациям, и закрытие привычных гражданам медицинских учреждений, и травмы людей на вечно шатающейся плитке и так далее. И вот теперь решили подключить к московским конфликтам ещё и лошадей, создав новый очаг напряжённости. Второе. Считаем, что есть основания полагать, что так называемая реконструкция Центрального Московского ипподрома организовывается каким-то обманным путём. Прежде всего, речь идёт о событиях вокруг письма мэра Москвы Собянина на имя президента Российской Федерации Путина. Первый раз я сталкиваюсь с тем, что на письме высших должностных лиц под адресатом президенту Российской Федерации неизвестно кем впечатываются знаки ПР-478. Другими словами, возможно, пытаются свои начатые по отношению к Центральному Московскому ипподрому, считаю, незаконное действие, прикрыть якобы поручением президента Российской Федерации. Однако законным путём поручения президента оформляются либо указами, либо распоряжениями, либо директивами, либо оформляются в установленном порядке на бланке со словом «поручение». Данные требования содержатся в соответствующем указе президента России. Особое внимание следует обратить на то, что в поручении должны быть указаны фамилия и инициалы должностного лица, которому дано поручение. Ничего из вышеперечисленного мы не видим. Это что касается формы. В-третьих, есть, мягко говоря, вопросы из содержательного характера. В концепции указанного письма, на которую президент якобы дал согласие, ни о каких стройках речи не идёт. А в поступившем мой адрес письме прокурора города Москвы Попова, копию я тоже прилагаю, говорится о возведении каких-то новых трехъярусных трибун, это на территории объекта культурного наследия, о строительстве конно-спортивного клуба с манежем, гостевого корпуса, гостевых конюшен, зданий ветеринарной клиники, строительстве других зданий. В-четвёртых, реставрацию Центрального московского ипподрома надо проводить поэтапно, без вывода лошадей. А сейчас требуют разбросать лошадей в конюшне по разным регионам. Это однозначно приведёт таково мнение Руси к гибели российского коневодства. Поскольку его развитие невозможно без центра взаимодействия, конезаводчика, коим является Центральный московский ипподром. Лошадям нельзя сказать, подождите, не бегайте, пока реконструкцию не провели. Наездникам не скажешь, бросайте семьи и уезжайте в Тамбов или Ставрополь за лошадьми. А ведь орловские рысаки, центром содержания и испытаний, центром культуры, если хотите, которых является Центральный московский ипподром, это такое же достояние России, как русский балет или полёты в космос. Это и есть защита русского мира. В-пятых, надо честно сказать, работа Центрального московского ипподрома держится на энтузиазме наездников и коневладельцев. Их любовь к лошадям, как правило, не в первом поколении. Создание социальной напряжённости в их рядах – это антигосударственный шаг. Сегодня мне позвонили наездники и сказали, что все въезды на поле ипподрома заблокированы коммунальной техникой. Лошади не могли заехать на жизненно необходимую тренировку. С какой стати заблокировали? Ведь мне приходят ответы, что документарий, цены, реконструкцию не готова. Мосгорнаследие, историко-культурную экспертизу не утверждало. Или теперь захватчики всегда сначала ломают, делают своё дело, потом разрешение получают. Но сломать можно за минуты, а созидание требует многих лет. Уважаемый Игорь Викторович, прошу провести проверку соответствия предложений министра сельского хозяйства Российской Федерации Патрушева и мэра Москвы Собянина В их письме на имя президента Российской Федерации Путина от 18 ноября 2020 года с теми предложениями, о которых пишет мне в ответе прокурор города Москвы Попов. На мой взгляд, они совершенно не совпадают. Историческое здание из-за халатного отношения и протечек крыши доведено до аварийности. И никто не ответит. Лошадей хотят отправлять в другие, причём разные регионы. Ничего себе! Прошу принять меры прокурорского реагирования. Депутат Московской городской думы Елена Анатольевна Шувалова Депутат Московской городской думы Елена Анатольевна Шувалова